МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа события в студии Лариса Шалафаст. Смотрите в этом выпуске. Осенние снегопады в разгаре. В Самаре продолжается уборка снега и наледи. Здесь тоже наведут порядок. В Самаре реконструируют Струковский парк и Волжский склон. Мечты сбываются. Театр кукол Лукоморья обрел свой дом. Здесь создают двигатели для ракет. Самарские школьники побывали в цехах завода кузнецов. Когда твой папа полицейский, в городском управлении ГИБДД наградили участников конкурса рисунков. Сотрудники ГАИ настоятельно рекомендуют не садиться за руль без особой необходимости. Риск попасть в аварию из-за непогоды очень высок. За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 14 дорожных происшествий, в которых 3 человека погибли и 17 получили травмы. Коммунальные службы города продолжают активно чистить дороги, улицы и дворы. Сколько дворников вышло на борьбу со снегом, подсчитал Андрей Горгуленко. С самого утра по городу раздаются стук ледоколов и лязг лопат об асфальт. Из-за ночного понижения температуры на дорогах и тротуарах образовалась наледь. Более 300 человек и 121 единицы техники трудятся, чтобы самарцы спокойно передвигались по улицам. С объемом работы городские службы справляются. Правда, иногда встречаются трудности с очисткой обочин. К сожалению, приходится сталкиваться с такими трудностями, как припаркованные автомобили в приладковой части, что значительно затрудняет расчистку проезжей части. В связи с чем возможны именно нарекания по утуру автомобилистов. Когда мы с таким сталкиваемся, мы стараемся работать и устранить данные замечания в процессе работы. Особое внимание уделяется потенциально травмоопасным местам, лестницам, а также недавно отремонтированным улицам. Основные задачи – это обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов. Основной акцент у нас делается на дороге, которая выпущена комплексным ремонтом с последних 2-3 года. Это дороги с хорошим покрытием, хорошими тротуарами. И, соответственно, даже зимой их состояние должно быть максимально приближено к идеальному, чтобы люди видели результаты работы, городские службы. А вот во дворах домов уже другие ответственные – ТСЖ и управляющие компании. К зиме готовились так же, как и городские службы еще с лета. Что необходимо, докупили. Что требовало ремонта, починили. Инструменты готовы, инвентарь весь есть, спецодежда есть. Дворники, как говорится, у нас с утра встают, в 5 утра начинают. Мы не даем, чтобы образовался налет. Только снег выпадает, сразу его чистим. Горожане отмечают – ТСЖ к обязанностям относятся ответственнее. В товариществах жители сами контролируют ситуацию. Вот прям зайдите в следующую улицу. Ужас, ужас. Там яма на яме, там не проедешь нигде. У нас, пожалуйста, у нас чистота, порядок. Ну, конечно, управляющим компаниям нужно, безусловно, более ответственно. Тем более, что снег уже идет не первый день, а во дворах скользко. Из подъезда выходишь, и можно сразу упасть и разбиться. Какие компании более ответственны, знают в департаменте ЖКХ. Они ежедневно, утром и вечером получают точную информацию о работе управляющих компаний. Мы четко знаем, какие управляющие компании в каких районах, в каком количестве вышли на работу, сколько единиц техники в этот день задействовано, сколько дворников у нас работает, сколько бригад кровельщиков чистят кровли. Сейчас в городе дворы чистят 100 единиц техники и около 2,5 тысяч дворников. Работы в ближайшее время им добавятся. Снег, взявший паузу, вернется в выходные с новым циклоном. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. Больше 400 тысяч человек в Самаре сделали прививку от гриппа в этом году. Сейчас уровень заболеваемости в регионе ниже эпидемического порога. Всплеск ожидается к концу января. Обстановку в области специалисты называют благополучной, но призывают не расслабляться. При появлении первых симптомов не тянуть и сразу обращаться к врачу. Один из наиболее ранних признаков – это острый его начал, острейший начал. Мы говорим о том, что пациент подчас может назвать не только час заболевания, он может назвать минуту. То есть больному внезапно становится плохо, он чувствует недомогание, у него отмечается резкий внезапный подъем температуры. Температура поднимается, как правило, молниеносно, всегда до высоких цифр. Струковский сад и склоны вокруг драмтеатра ждет глобальное благоустройство. Появятся с газоны с автополивом новые тротуары, фонари и сцена. Когда самарцы и гости города смогут прогуляться по современным аллеям в ретро-стиле, расскажет Сергей Кизоркин. Струковский сад ждет масштабное благоустройство. Это связано с подготовкой Самары к чемпионату мира по футболу 2018 года. Проект сейчас утверждает в администрации Ленинского района и областном Минкульте. Разрешение на работы подрядчики рассчитывают получить уже в декабре. У самарцев есть свои планы на любимое место отдыха. Очень много семей гуляет в парке. Также я являюсь студенткой Самарского государственного технического университета. И этот парк находится напротив нашего корпуса. И в весенний, и в летний период мы достаточно очень много времени там проводим при подготовке к сессии. Я считаю, необходимо. Особенно дорожки отремонтировать, лавочки. Струковскому саду уже более 150 лет. Открыли его в Самаре по предложению губернатора Черкасского. И в 19 веке, и сейчас это любимое место отдыха горожан. Здесь даже проводятся, по-моему, какие-то праздники. Как-то охота, чтобы люди приходили в красивое место, чтобы было приятно туда сходить. Там есть фонтан с газелью, по-моему, если я не ошибаюсь. Его можно было бы тоже включить. Он довольно красивый был, сколько, пару лет назад. Очень охота, чтобы он работал заново. Весной стартует благоустройство Струковского сада. Появятся новые тротуары, освещение, туалеты и эстрады. Аварийный бассейн, который давно не эксплуатируется, снесут. Полностью Струкачи благоустроят к осени 2017 года. Городскому бюджету сад обойдется в 303 миллиона рублей. Для удобства жителей работы планируется проводить с частичным закрытием, чтобы у жителей нашего города и гостей столицы региона была возможность посещать зеленые зоны в летний период. Кроме Струкачей, параллельно приведут в порядок и Волжский склон под драматическим театром. Старый дерн уберут, склоны армируют современными долговечными материалами, установят автоматическую систему полива, засеют новый газон. Уже в этом году проведены подготовительные работы. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, События. Один из самых прославленных вузов региона принимает поздравления. Самарскому государственному экономическому университету 85 лет. Его история началась в годы первых пятилеток, и сегодня он в тренде мирового гуманитарного знания. Торжественное собрание в честь университета прошло в здании Самарской филармонии. Олег Зверев побывал на празднике. О том, каково значение Самарского экономического университета, говорит уже тот факт, что больше половины глав муниципалитетов региона – его выпускники. А всего за годы учебной и научной деятельности Убышевский плановый, теперь СГЭУ, подготовил десятки тысяч специалистов. Причем многие из них сами стали кандидатами и докторами наук. Университету 85 лет, и все эти годы он в тренде экономического образования страны. Мы видим себя в образовательном пространстве мира, как инновационный предпринимательский университет, с очень крепкими связями с работодателем, с практикой, ориентированным образованием, и чуть-чуть, как всегда было, на шаг опережающим время. В сентябре 1931 года было принято решение о создании в Куйбышеве планового института, а уже через два месяца первые студенты пришли на учебу. Сегодня прославленный университет собирает урожай правительственных наград. От имени главы региона их вручил первый вице-губернатор Александр Нефедов. Заведующий кафедрой, профессор, доктор наук Виктория Болгова – теперь заслуженный работник высшего образования Самарской области. Говорит, что университет для нее как второй дом. Горжусь им не просто потому, что я много лет провела здесь, и что это мое место работы, а горжусь тем, потому что я знаю, что это одно из самых современных и перспективных учебных заведений не только нашей области, но и страны. Вручены также награды Министерства образования, Губернской думы и городской администрации. Приветственный адрес главы города придал первый зам Владимир Сластенин. Он вручил также подарок – сувенирный набор гравюр с видами города. Сюжеты города Самары. Мы сейчас стремимся преобразить облик Самары. И к чемпионату мира мы реставрируем дома. Хотим, чтобы все дома и Самары было красиво, как здесь. Сегодня Самарский государственный экономический университет вышел далеко за рамки. Не только региона, но и страны. А это значит, что Самарская научная школа гуманитарного образования еще долго будет оставаться одной из самых престижных в России. Олег Зверев, Григорий Бешаков, События. Выпуск продолжит новости экономики. Почему в России вырос спрос на валюту, расскажет Олеся Корецкая. Здравствуйте. Финансовые эксперты замерли в ожидании. Нефть продолжает падать в цене. За один баррель дают уже 47 долларов 5 центов. Курс доллара на 4 ноября по центробанку 63 рубля 50 копеек. Евро – 70 рублей 59 копеек. Набирает в цене золото – 2642 рубля за грамм. Серебро не отстает. Один грамм стоит 37 рублей 19 копеек. В самарских банках самая низкая цена за доллар – 61 рубль 20 копеек. Самая высокая – 65 рублей. В среднем доллар стоит 63 рубля. И на этом фоне россияне начали активнее покупать валюту. Как и всегда, в конце года опасаются девальвации рубля. В России больше всего довольны медицинским обслуживанием те, кто застрахован по системе добровольного медицинского страхования за счет работодателя. Правительство Самарской области намерено открыть две кредитные линии по 100 миллионов рублей каждая. Торги пройдут во второй половине ноября. У меня все. И пусть дела идут в гору. Далее коротко о других темах дня. Гендиректор Волжского КБ РКК «Энергия» получил полтора года колонии по делу о хищении 25 миллионов рублей у Роскосмоса. Кировский районный суд Самары вынес приговор Владимиру Рябову за мошенничество при выполнении госзаказа. По ходатайству обвиняемого дело рассматривалось в особом порядке. Известно, что приговор будет обжаловать и прокуратура, которая просила назначить 4,5 года лишения свободы, и сам Рябов, который рассчитывал на наказание без изоляции от общества. Авиарейс «Шереметьево-Самара-Шереметьево» отменен из-за непогоды. В сообщении авиакомпании отмечено, что пассажиры будут доставлены в пункт назначения позже. Кроме того, Аэрофлот объявил о задержке 38 внутренних и зарубежных рейсов. На строительство первой очереди «Гагарин-центр» потратят почти 5 миллиардов рублей. Ее возведение планируют начать в ноябре следующего года, а закончить в 2020 году. Общие затраты на «Технополис» станут известны уже следующим летом, когда определится генпроектировщик и окончатся проектные изыскательские работы. Госдума России приняла закон о переводе часов в Саратовской области на час вперед. За отнесение соседей в регионах к Самарскому часовому поясу проголосовали все депутаты. Отмечается, что данный вопрос был тщательно проработан на территории Саратовской области. За перевод стрелок высказались до 90% жителей. На концерте в Тольятти Филипп Киркоров сбил с ног поклонницу. Видео, которое сняли очевидцы, сейчас активно набирает просмотры в соцсетях. Судя по записи, фанатка подкралась к певцу, когда он находился вместе с подтанцовкой между рядами. В какой-то момент Филипп Киркоров обернулся, и женщина упала. Как сообщает представитель певца, инцидент произошел из-за того, что поклонница наступила на плащ артиста. Когда Филипп Киркоров обернулся, женщина потеряла равновесие и упала. В гостях у Лукоморья. У муниципального театра со сказочным названием теперь официально появилась новая сцена. К созданию особой творческой обстановки подошли тщательно. Театральное действие может развернуться как в зале, так и в фойе за чашкой чая. Марина Кравцова пыталась разгадать тайны необычного театра кукол. У театра Лукоморья была долгая дорога к своей сцене. 17 лет спектакли играли в музеях, домах культуры, детских садах и школах. И, наконец, появился свой такой уютный и буквально сказочный дом. Фасад отреставрировали за счет инвесторов. Деревянный особняк в Старой Самаре помогает театру создать и особую атмосферу. Уникальность театра Лукоморья в особой камерной и даже семейной обстановке. Некоторые спектакли играют прямо в фойе, вот здесь, за столом. К искусству артисты театра относятся очень трепетно. В зрительный зал нашу съемочную группу с камерой не пустили, потому что любой лишний шорох или свет может разрушить особую творческую атмосферу. Зал совсем небольшой, но именно это позволяет артистам наладить контакт с детьми. Здесь каждый участник спектакля. Здесь как-то все так плотно, и зритель близко, и актер близко. Актер может делиться какими-то своими эмоциями. То есть все как-то очень более уютно. И это дает, в свою очередь, нашим зрителям более тонкое, глубокое прочтение того материала, который они смотрят. Ну и, естественно, развивает и душу, и сердце, и чувства у наших маленьких зрителей. Жизнь бурлит и в творческих мастерских. Новые куклы по-домашнему уютные, сделанные по технологии валяния из шерсти. Чуть позже они займут свое место на новой сцене в спектакле «Царь Салтан». Он обещает быть особенно красочным. Творческих идей в Лукоморье достаточно. В столярной мастерской уже создают декорации для городка из табакерки. Марина Кравцова, Максим Гусев. События. Свой первый юбилей отмечает уникальный Самарский музей. Он посвящен параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве. К пятилетию музей обновляет экспозицию и готовит новый документальный фильм. Его сняли в экспедиции поискового отряда, который работает при музее. Валерий Макарова продолжит. Однажды его назвали музеем одного дня. С этим в корне не согласны его создатели. В музее парада 7 ноября 1941 года воссоздали военную эпоху. Экспонаты свидетели того времени, истории жизни людей, в судьбы которых вмешалась война. А в центре комнаты макет площади Куйбышева. Это отсюда в 1941 с парада уходили на фронт. 22 тысячи солдат заполнили самую большую площадь Европы. По площади прошла военная техника, а в небе пролетели самолеты. За всем этим наблюдали дипломаты, которые в то время находились в Куйбышеве. От их впечатления зависело на самом деле очень многое. После того парада некоторые страны активизировали помощь СССР, а некоторые отказались поддерживать Германию. В преддверии парада памяти сюда каждый день приходят десятки школьников. Рассказывают о войне им ученики технического лица, где музей расположен. Для старшеклассницы Яны Поллера это уже четвертая экскурсия за день. Конечно, нелегко признается девушка, но тема такая, что говорить о ней беспристрастно просто невозможно. Вот это в голове просто не укладывается, вот как люди могли, потому что я сейчас стою в форме, я не понимаю, как люди ходили, вообще в ней дико неудобно. Оружие просто, вот там стоит винтовка, она тяжелая, я ее поднять просто не смогла. А там и дети, то есть как-то бегали с ними, там я не знаю. Экспонаты для музея приносят ветераны, находят их и сами ученики лицея в ежегодных экспедициях. В этом году мы планируем расширить нашу экспозицию, создать такую вот комнату быта людей 41-го года. У нас уже есть помещения, уже есть экспонаты и вот в следующем году, надеюсь, будем открываться. А уже в этом году музей подготовил для гостей новый стенд о военном параде в Воронеже. И таким образом здесь хотят собрать информацию обо всех трех парадах 41-го года в Москве, Воронеже и Куйбышеве. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов, События. Здесь ковалась победа. На заводе Кузнецов школьникам рассказали о подвигах куйбышевских моторостроителей в военные годы. Экскурсия приурочена к параду 7 ноября. К истории прикоснулась и наша съемочная группа. Легендарный штурмовик Ил-2 побывал на всех воздушных фронтах Великой Отечественной войны. Летающий танк был основной ударной силой советской авиации. Он пролетал и в небе на площади Куйбышева во время парада 7 ноября 41-го года. Сердце боевой машины и ее двигатель делали здесь, на заводе Кузнецов. Это двигатели АМ-38. АМ-38 форсированный для штурмовика Ил-2 конкретно. И уже с 43-го года второй половинный двигатель АМ-42 для самолета Ил-10. Больше 43 тысяч двигателей, вот этих трех номинований, я вам сказал, было сделано нашим заводом. Это очень много. О военном подвиге заводчан рассказывают подопечным Самарского центра молодежной и приюта «Ровесник». Встреча проводится еще и для профориентации. А потому после музея – экскурсия на производство. Уже современные, высокотехнологичные, ведут ее молодые специалисты завода. Не так часто есть возможность прикоснуться к такой отрасли и производить довольно серьезные вещи. И это ответственность, прежде всего. И, ну, как бы, это гордость даже. У некоторых выпускников уже есть рабочие специальности, поэтому на оборудовании они смотрят профессиональным взглядом. Здесь станки, как германские, здесь задал программу и все сделано. Хотелось бы подработать? Конечно, хотелось бы, но еще не отучился на эту специальность. Экскурсия приурочена к параду памяти 7 ноября. На предприятиях школьникам рассказывают о вкладе запасной столицы в победу в Великой Отечественной войне. Марьяна Мирная, Валерия Макарова, Артем Сулайманов. События. Детям-инвалидам помогут трудоустроиться после школы. Предложение создать для них систему сопровождения прозвучало на расширенном заседании областной межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних. В Самарской области реализуется инклюзивная модель образования, когда школьники с ограниченными возможностями здоровья обучаются вместе со своими сверстниками. Но выпускникам-инвалидам труднее выдержать социальную конкуренцию. У нас в Самарской области уже зачатки, так скажем, есть вот этого сопровождающего трудоустройства, так называемый коучинг. Министерство труда в настоящее время в этом году реализует специальную программу по созданию рабочих мест под сопровождение людей с инвалидностью. Это хороший опыт. Беда только в том, что этот опыт нужно прорабатывать. Давайте его возьмем, продумаем до конца, просчитаем. И если необходимо унести изменение в закон, значит давайте унесем. У нас их достаточно много, чтобы с ними заниматься серьезно. Если действительно в этом упирается вопрос, в нерешении, давайте его решать. Когда твой папа полицейский в городском управлении ГИБДД наградили участников конкурса рисунков, авторы которых дети дорожных инспекторов. О работе своих родителей они знают только по рассказам. И потому в полиции уверены, такие конкурсы помогают сблизить отцов и детей. О необычном взгляде на профессию репортаж Олеси Корецкой. У папы и мамы интересная работа. Они ловят преступников. Уверены все участники конкурса рисунков. По итогам выбрали четырех победителей. Дарья Сиренко в Самаре недавно. Вместе с папой они приехали сюда из Владивостока. О работе отца в полиции знает по рассказам. Сегодня первый раз у папы на работе. Очень стало интересно, что очень волновалась. Двадцать рисунков от самых разных участников, больших и маленьких, отражает то, как дети видят работу папы и мамы. Сами родители о ней говорить не любят, но своими победителями гордятся. Дочь у меня занимается в художественной школе, как бы рисует, увлекается, поэтому она восприняла. Ну, ура, это идею, то есть за вечер она нарисовала, то есть на следующий день я уже принес рисунок. Самому юному участнику семь лет. Захар Брезинов нарисовал папу Евгения на посту. Он следит за тем, чтобы все соблюдали правила дорожного движения. А ты сам соблюдаешь правила дорожного движения? Да. Ну, скажи, как ты у тебя приходишь? За руку с мамой. В диспетчерской или на дороге они следят за порядком в любое время дня и ночи, при любой погоде. Работа суровая, даже на награждение детей приехали со службы. Не секрет, что сотрудники полиции, которые работают в органах внутренних дел, большую часть времени проводят свою на службу. Соответственно, ребенок тоже должен понимать, чем занимаются его папа и мама. Организаторы уверены, конкурсы рисунков помогают улучшить отношения между родителями и детьми. Работа над рисунком дарит и маленьким, и взрослым самое ценное – общение и внимание. Рисунки победителей уже отправились в областное управление внутренних дел. Впереди региональный конкурс. Олеся Корецкая, Станислав Левин. События. Новости спорта в эфире. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Тольяттинский кикбоксер выиграл серебро чемпионата Европы. Гандбольная лада одержала очередную победу в Суперлиге. Крылья советов наняли на работу тренера из команды аутсайдера чемпионата страны. Сегодня утром главным тренером клуба «Крыльев советов» стал белорусский специалист Вадим Скрипченко. Еще вчера он тренировал «Урал» из Екатеринбурга. Его уже бывшая команда, как и «Крылья», находится в зоне вылета из премьер-лигии. Занимает 13-е место. Советы последние – 16-е. Скрипченко уволился после разгромного поражения от Грозненского «Терек» 1-4. Тренерский штаб «Самарцев» остался от бывшего наставника Франка Веркаутерана. Скрипченко предстоит трудная задача. Первый матч «Закрыли советов» он проведет против своего бывшего клуба «Урал». На «Металлурге» в субботу, начало в 5 вечера. Тольяттинские гандболистки, наоборот, не знают вкус поражения. В шестом матче чемпионат России «Лада» в гостях победила Ижевский университет. Без главного тренера Ливона Акопяна и лидера команды Дарьи Дмитриевой. Хотя в дебюте поединка студентки влили в счете 8-4. «Ладу» привел в чувство тайм-аут и уже после первого тайма «Тольяттинки» выигрывали одну очко. Во втором отрезке времени они доказали, что могут результативно играть и без олимпийской чемпионки Дмитриевой в составе. Финальный свисток зафиксировал победу «Лады» 30-25. И теперь она на втором месте в Суперлиге. Ростов-Дон пока на первом. Еще одна победа тольяттинских спортсменов. Александр Дмитренко успешно выступил на чемпионате Европы по кикбоксингу. Соревнования проходили в столице Словении – Морибори. В трех разделах – лоу-кик, легкий контакт и К1. За медали сражались более 500 бойцов из 40 стран Старого Света. Одним из триумфаторов соревнований стал и тольяттинец Дмитренко. Он проиграл только в финале в категории К1 и завоевал серебряную медаль. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Уже завтра Самара вместе со всей страной отметит День народного единства. По этому случаю на площади Куйбышева пройдет праздник. Центральным событием станет выставка, посвященная достижениям аграриев региона, которые в этом году собрали рекордный за последние 15 лет урожай. С наступающим праздником жителей области поздравил губернатор Николай Меркушкин. Далее цитата. Этот праздник еще раз напоминает нам о том, что сила в России в ответственности каждого из нас за судьбу Отечества, в уважении к его героическому прошлому, в любви к родине, которая веками скрепляла нашу многонациональную страну. Конец цитаты. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Спасибо, что были с нами. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»